Удивительные люди Удивительные люди После 16 лет Что вы чувствовали, когда произошла первая победа? Вы получили первый титул? Естественно, были эмоции положительные Радость за поставленную перед собой задачу И выполненный результат Где-то, может быть, после этого Какую-то звездную болезнь подхватила Но не то, что я с ней справилась Но справилась-то само собой Потому что вокруг меня на тот момент были люди Спортсмены, которые в 5-6 раз превосходили меня по званиям Поэтому они мне дали понять Не расслабляйся, не звездись И все получится Потому что когда ловишь звезду Да, есть какие-то определенные нотки, так скажем, растренированности Но вы действительно настоящая мировая звезда спорта Вас знает весь мир Огромное количество человек Как узнают на улицах? Есть ли свои поклонники? На данный момент, да Есть уже какой-то определенный круг фанатов и поклонников Естественно, я же веду и странички в соцсетях Потому что пытаюсь делиться той информацией Которую я знаю, через которую я прошла Потому что очень много вопросов задают с периферии Не имея информации определенной, чтобы ее где-то получить, прочитать Естественно, я с ними делюсь Общаюсь И получаю в ответ положительные тока отзывы Скажите, пожалуйста, просто получается, что вы женщина в мужском спорте Если можно так сказать Как девушки в боксе, в кикбоксинге себя ведут? Может быть, более эмоционально или более агрессивно? Ну, да, женский бокс, он, так скажем, отличается от бокса, так скажем, мужского В каком плане? Вот нотками эмоций Да, девушки где-то эмоциональнее себя ведут, когда побеждают Либо, наоборот, когда проигрывают В процессе тренировок тоже бывают такие моменты Почему-то, я говорю, мне иной раз проще тренировать ребят, нежели девушек Потому что они где-то там что-то, какое-то настроение не совсем положительное поймали И вот это настроение сказывается на тренировочном процессе Ну, вот был какой-то бой, например Было такое, что вот слезы прям нахлынули? Ну, конечно, были Рыдали в раздевалках, рыдали И потом в гостиницу приезжали, рыдали Потом домой уже приезжаешь, рыдаешь То есть, вот это женское начало Не без этого абсолютно Конечно, конечно, безусловно Очень интересно Скажите, пожалуйста, но вы же еще и тренируете Да, я занимаюсь тренировкой работой Много лет, да, уже тренируете? Достаточно уже, ну, 20 лет, это точно Есть ли какая-то психологическая подготовка и спортсмена, и ребенка, который тренируется Какой-то психологический настрой перед выходом на бой? Ну, каждый человек индивидуален по-своему, вот, да Здесь надо знать, как бы, от и до своего спортсмена Потому что не факт, если, к примеру, к одному подходит какой-то определенный, да, психологический настрой Абсолютно то же самое подойдет к грубому Нет Поэтому здесь ловишь уже определенный, как бы, не то что настрой, а психологическое состояние спортсмена И, естественно, уже, да, там, с кем-то надо, там, я не знаю, грубо, жестко, да, там, вызвать какую-то определенную злость А вот, наоборот, нужно успокоить, спокойно, как бы, уравновешенно его опустить в то русло Где он, немножко осядут вот эти вот эмоции Мандража Расскажите, пожалуйста, про своих тренеров Кто был вашим первым тренером и кто сыграл особенную роль в вашей мировой спортивной карьере Ну, как бы, тренеров у меня, да, у меня, действительно, достаточно было Ну, не то что много, но ни один, ни два Вот, за всю мою спортивную карьеру у меня было около пяти тренеров Но два основных моих, да, тренера Это, вот, как бы, предпоследние и последние Первый мой тренер по боксу непосредственно Который, так скажем, изначально заложил тот фундамент во мне, да Это Шлыков Василь Васильевич И уже, соответственно, после него уже тренер, когда я уже попала сюда, в Москву, да, в сборную Это легендарный тренер Мельцер Маркионович Очень интересно Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас смотрите какие-то спортивные соревнования, да, вот, по боксу, по кикбоксингу Захватывают ли какие-то эмоции? Просто обычный человек просто смотрит программу, но вы наверняка смотрите, как удар поставлен, какая техника, наверняка Вот именно, что если я смотрю, то я смотрю очень редко Я смотрю, как бы, стараюсь смотреть уже более такого высокого уровня бои по кикбоксингу, бои по... Мирового уровня, наверное, да? Конечно, вот, и естественно, естественно, есть определенные, да, как бы, так скажем, спортсмены, за кого в тот или иной момент я, как бы, болею, отдаю предпочтение Да, но это очень редко, если честно говоря А вот когда вы победили именно вот на чемпионате мира, какая была реакция? Вы когда-нибудь мечтали, что вы добьетесь такого штаба? Ну, во-первых, у меня и была эта заключительная, так скажем, точка в моей спортивной карьере Это вот, как бы, звание чемпионки мира, потому что чемпионка Европы по боксу была, да, чемпионка Европы по кикбоксингу была, по тэквондо, да А вот звание чемпионки мира, как бы, не было И я уже понимала, что мне надо уже переходить на новый этап в жизни, да, уже оставлять спортивную карьеру, как спортсменки И переходить уже в раздел, как бы, тренера, вот, потому что я параллельно, как бы, этим и занималась Но уйти вот так просто, не поставив точку, я не могла Поэтому, ну, честно говоря, я просто выдохнула Все, сделала, закончила, поставила жирную точку Чемпионка мира? Да, и не скажи, что там я прыгала, там было до небес, хлопала в ладоши Нет, этого не было Потому что я к этому ушла всю свою спортивную карьеру Я понимала, что я не могла, как бы, уйти, не закончив, да Вот, поэтому иной раз, последние уже, так скажем, этапы моих тренировок, да, последние годы Может быть, даже где-то были в тягости Даже были в тягости Ну, конечно же, это на протяжении многих лет определенный режим тренировки Безусловно, да, это плюс весогонка, да Это, как бы, гоняешь вес Больше меня, как бы, всегда, так скажем, угнетала эта весогонка Я, может быть, и, может быть, боксировала бы и дальше, если бы не гонять эти веса Понятно Скажите, пожалуйста, вот, например, родители хотят отдать ребенка в бокс Любой ли ребенок, мальчик или девочка могут пойти в бокс? Абсолютно Абсолютно А если нету данных? Или это зависит от суммы? Здесь, смотрите, если мы рассматриваем точку зрения привести ребенка, отдать его, чтобы он был здоровенький, да Закалить в нем какой-то определенный характер стержень, да, если это мы берем мальчика, мужской стержень, да Девушку, чтобы она была уверена в себе Это другой момент Если мы рассматриваем точку зрения, чтобы ребенок достиг каких-то достижений, да, каких-то званий Мировых каких-то Да, это другой момент Поэтому записать и привести ребенка можно абсолютно любого Ну, вот, кто достигнет Ну, вот, вы как-то сразу видите, кто будет чемпионом? А я, нет, знаете, спустя, как бы, время и года понимаю, что, да, подрасположенность есть Но не факт, что он останется и добьется, понимаете? Потому что, ну, это действительно, да, это рутина, да, это колоссальный труд, это литры пота, это, как бы, присутствие и крови и всего остального, безусловно Поэтому, да, ребенка могут привести, вроде бы, как бы, задатки в нем есть Все те, как бы, плюсовые моменты, которые, в принципе, можно было бы возвести в ранг, там, чемпиона мира Но не все до этого дотягивают Как вы думаете, все-таки, что важнее, характер или природные данные, или трудолюбие? Что важнее? В совокупности В совокупности, три в одна Обязательно Потому что, я же говорю, могут быть колоссальные данные Ну, раз, я же почему говорю, тренерская работа благородная, но неблагодарная Я раньше, меня это, вот, на первоначальных этапах своей тренерской работы, меня это очень сильно расстраивало И хорошие слова тогда вот сказал Марки Волныч Говорит, вот, чего ты расстраиваешься? Все это, когда, вот, первые были вот такие моменты негативные, когда ты за спортсменом, вроде, как бы, начинаешь все с ним заниматься, уделять ему больше всех внимания, потому что видишь, что, как бы, он дает результат, он идет на контакт А потом приходит у них переломный момент, 14, 15, 16 лет Влюбились, там, гулянки И подростковые дела Туда моменты уже интересы другие Все, я понимаю, он начинает сливаться, пропадать Естественно, начинаешь на родителей выходить Вроде бы, родители пытаются, как бы, да, посодействовать на него Ты со своей И понимаешь, что ты его просто насильно тянешь, там нет желания На какой-то момент его хватает, да, вот, твоих каких-то моральных, твоего морального какого-то пинка Ну, и понимаешь, что толку-то не будет Смысла нет тянуть постоянно Если у него нет желания, оно пропадает Естественно, как бы, он, там, пропадает, да, начинаешь, как бы, другим заниматься, там, ну, по-всякому И, да, конечно, расстраивалась И вот он мне сказал, не расстраивайся, это нормально Поэтому ты должна на это смотреть абсолютно спокойно Потому что, ну, повторю, да, тренерская работа благородная, но неблагодарная Вы идейный вдохновитель И вдохновители для молодого поколения Кто-то на вас смотрит, как на чемпионку мира, как на идола И наверняка многие посмотрели на вас Вы пример для подражания для многих молодых спортсменов Когда вот ученик достигал все-таки каких-то высот, вы гордились? Ну, мне было приятно, конечно, безусловно Потому что я же понимаю, что частичка моей работы, да, там, как бы, вложена в этого, как бы, спортсмена И как тренер ты немножко так, скажем, ну, удовлетворение получаешь Волнуетесь вы перед боем или больше волнуетесь, когда все-таки ученик на ринге? Ну, волнение, конечно, оно есть, но никогда его нельзя показывать своему спортсмену, чтобы оно на него не передавалось Конечно, волнение в каком смысле, когда он пропускает удары Это, ну, я не знаю, как остальные, да, тренера Но для меня это очень неприятно Потому что такое ощущение, как будто я пропускаю И мне лучше мне пропустить этот удар, нежели ему Потому что, значит, там где-то вот начинаешь себя корить Где-то не до тренировали, где-то чуть не дожали Поэтому, ну, переживаешь, да Наш сейчас смотрит миллионы телезрителей Наверняка многим интересно было знать, бокс, может ли он быть просто способом самозащиты? Вот человек приходит к вам, допустим, на тренировки, ну, чтобы защитить себя Не хочет там ни мировой карьеры, ни европейской какой-то карьеры Вот в качестве самообороны могут приходить люди на тренировки? Безусловно, мы и занимаемся, в принципе, у нас есть группы, да, которые, ну, спортсмены их, так скажем, тяжело называть Группа здоровья, да, где уже приходят в зрелом возрасте, да, там, начиная там от 20 лет Вот, хотя, ну, в этом возрасте-то тоже добиваются успеха, но, тем не менее, для себя Это те люди, которые приходят для себя, вот И вот самый старший, так скажем, мой спортсмен, это 64 года Он выступает на соревнованиях, ему нравится, ну, поэтому, я говорю, вот не было возможности, к примеру, да, у людей в свое время заняться этим видом спорта А очень хотелось, а здесь вот появилась возможность Поэтому мы даем, как бы, вот эту возможность, да, на таком, так скажем, уже зрелом возрасте, да, постичь эту дисциплину Если даже есть желание выступить на ринге, а мы проводим среди таких тоже, делаем открытые ринги, мы это делаем Потому что, так скажем, у них начинается какая-то вот такая вторая жизнь вот этой группы, да, здоровья А там есть даже такие моменты, когда спортсмен, вроде бы, пришел там уже в 25-27 лет И спустя там прозанимался 5-6 лет и достиг определенного результата, выполнил там какой-то даже разряд Скажите, пожалуйста, а вот какие самые большие достижения у кого-то из ваших учеников? Ну, есть и чемпионы Москвы, да, и Кубок мира по кикбоксингу выигрывали И спортсменка у меня там, как бы, девочка в свое время и Кубок России по боксу выиграла одна Вторая там Россию по кикбоксингу, чемпионат Европы по кикбоксингу, вот, ну, есть результаты То есть такие огромные уже результаты, да? Ну, я не считаю, что это огромный результат, но это результат, да, в любом случае результат Но, честно говоря, я вот сейчас спустя, я же говорю, время, года, ну, как бы, я проще к этому отношусь Вы состоялись как спортсменка и как тренер, можете ли вы назвать себя счастливым человеком? Абсолютно, абсолютно, я, что такое, ну, опять же, подразумение счастья у каждого, как бы, свое, но на данный момент, да У меня любимая работа, это редко, когда человек действительно, да, занимается любимой работой Вот, она, как бы, так скажем, оплачивала, как бы, да, неплохо, вот У меня это все есть Вы счастливы у своей профессии? Да, у меня все нормально, как бы, на личном, в личном плане У меня, я же говорю, все хорошо, как бы, на работе, потому что мы большую часть жизни проводим на работе Поэтому от работы надо получать удовольствие, да, от коллектива надо получать удовольствие Поэтому, мне все устраивает, да, я счастливый человек Чтобы вы хотели пожелать молодежи, к чему вы призываете молодежь? Ну, к чему я призываю молодежь и не молодежь, да Единоборство, бокс, да, в частности Это, на данный момент, таблетка от стресса Не нужно там, как бы, задумываться о том, что вы пришли в зал, потому что бытует такое мнение И, причем, неправильно То, что, приходя на тренировку в секцию бокса, они думают, что их поставят в пары Им сразу набьют фингал, сломают нос, выбьют зубы Абсолютно не так Я призываю к тому, чтобы люди не боялись идти в этот вид спорта Абсолютно, вот у нас, да, я могу, как бы, в частности, больше за себя, да, говорить И за свой, как бы, персонал тренировочный У нас абсолютно лояльное отношение к новичкам Естественно, первоначально ставится школа Мы обучаем элементарным азам школы, да Там научиться правильно бить прямые, боковые, снизу, двигаться в стоечке Абсолютно ставится таким же спарринг-партнером такого же уровня, как они сами И, опять же, это рассматривается желание Хочет он участвовать в спаррингах, да, в произвольной работе со спарринг-партнером Или не хочет, нет проблем Мы под каждого подстраиваем какую-то определенную программу У нас индивидуальный подход абсолютно к каждому спортсмену Ну и, соответственно, как бы, здесь надо, опять же, задуматься еще больше родителям Потому что, если они хотят, чтобы их ребенок, да, в ребенке заложились какие-то положительные черты характера, да Научились преодолевать страх Потому что страх в боксе и страх в жизни, он примерно одинаковый Поэтому главное уметь оседлать вот этот страх, да Уметь им управлять, а не он, чтобы вами управлял Поэтому обязательно приводите Я же говорю, не обязательно достигать каких-то там результатов Уметь просто хотя бы постоять за себя Быть здоровым, как бы, физически, да, и духом Как вы думаете, действительно, правда, что когда человек занимается спортом Выделяется гормон счастья, эндорфины выделяются? Абсолютно, вот я даже по себе, да, могу сказать Ну, понятно, когда там выступала У меня вообще как такового плохого настроения-то я не бывала Потому что постоянно, как бы, да, в работе Постоянно эта таблетка от стресса, она три раза в день присутствует Вот, да, но здесь уже начинаются какие-то другие, да, моменты рабочие проявляться Естественно, где-то там немножко там не туда пойдет настроение Все, я через силу иной раз прихожу Все, у меня собран всегда мой грузак Я прихожу, прям вот иной раз через силу себя заставляю Вот, нет настроения, нет, не хочу, нет Я через силу прям вот переодеваюсь, все, одеваю тренировочные все эти вещи Все, прошла, буквально минут 10-15 я разгоняюсь Все, пошел тренировочный процесс и все замечательно Я пахала полтора часа, сходила в душ, все Нормальное настроение, решение проблемы, сразу мысли, голова прочистилась Все, замечательно Вот я взрослый человек, да, я никогда не занималась Для меня это распространенная ситуация Я могу к вам прийти на занятия? Абсолютно Вы можете прийти, я же говорю, прийти как бы на занятия Только одни, я же говорю, положительные качества Во-первых, да, научим азам Второй момент, коллектив Да, вы приходите в новое место, где вы можете как бы найти себе друга, подругу, да Соответственно, это уже может поменяться мировоззрение компания Потому что люди, приходя в такие стены, ну, конечно, они не увлекаются наркотиком Естественно, ну, может быть, кто-то там курил или курит, но он бросает, потому что это мешает Поэтому здесь только здравые интересы, здравое общение и только в плюс Светлана, я знаю, что вы единственная девушка в нашей стране, которая выходила на ринг с мужчиной Расскажите, пожалуйста, об этом опыте Ну, да, этот, я же говорю, безусловно, опыт был у меня, да Я единственная спортсменка в России и, по-моему, даже в Европе, в мире нет Боксировала там ракер, вот, которая боксировала с мужчиной Я провела два боя, один бой был ничья, а второй бой я, естественно, по очкам проиграла То есть в мире всего две девушки, вы еще одна, которая боксировала? Ну, я, по крайней мере, да, я знаю одну Может быть, уже спустя годы какая-то еще появилась Ну, касаемо России, я убеждена все тысячу процентов Не до меня, не после меня Такой девушки, как бы, не было и пока нет Может быть, будет Скажите, пожалуйста, а как вы проводите свободное время? Вы, наверное, очень много работаете, очень заняты? Свободное время, нет Безусловно, надо уделять, как бы, минуя тренерской работы, да Какое-то иметь свое хобби, да Абсолютно абстрагироваться от спорта Я летом езжу на мотоцикле Зимой я катаюсь на сноуборде Я люблю очень путешествовать, вот Ходить в кино, встречаться с друзьями Просто прогулки вот в Сокольниках со своей любимой собакой Поэтому, безусловно Много стран уже посетили? Ну, достаточно Потому что, если братья в совокупности спортивные свои поездки Да, и уже как путешественник такой свободный турист Ну, да, достаточно Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, во-первых, телезрителям мне бы хотелось пожелать здоровья Вот, все-таки найти в себе мотивации, да Задать тебе какую-то опланку с определенными целями Ну, и достичь, естественно Ну, естественно, в спортивном направлении Потому что, я говорю, без спорта никуда Сидячая работа, компьютеры, бытовые дела Все, а это, я же говорю, таблетка от стресса В нашей программе была удивительная девушка Чемпионка мира по кикбоксингу Светлана Андреева Спасибо Спасибо.